Доброе утро! В прямом эфире программа «7 дней в регионе». Теперь каждое воскресенье в 10 утра на телеканале ПС мы будем подводить итоги прошедшей недели. Что интересного происходит в регионе, какие проблемы и вопросы волнуют нас с вами, жители Поморья? Давайте расскажем друг другу об этом. Как я уже сказал, мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 639717. В течение программы номер будет на ваших экранах, так что звоните и рассказывайте о ваших проблемах, о том, что интересного, а может быть даже забавного произошло с вами и вашими близкими на эту неделю. Мы будем рады пообщаться с вами. Итак, мы начинаем. Сегодня мы обязательно будем говорить о том, что в последнее время у всех на слуху. По крайней мере у тех, кто пользуется городским общественным транспортом. Точнее будет сказать, частным пассажирским транспортом, что колесит по нашим дорогам. Перевозчики захотели увеличить свои аппетиты до 25 рублей за одну поездку. Есть много мнений по этому поводу, как за, так и против. И с самого начала недели в понедельник на эту тему высказался даже губернатор. На традиционной планерке он дал свою оценку хотелкам автоперевозчиков. Я предлагаю прямо сейчас послушать его комментарий. Очковкиратисом, которым нам занимаются наши перевозчики, нас не обманешь. Поэтому давайте выстоим и не будем допускать, что вот это безобразие, которое называют почему-то опять автобусами для людей, опять те же пазики, пытаются нам представить в качестве чего-то нового. Взяли, три автобуса поменяли, делают вид, что они какой-то революционный шаг сделали. Аргументы транспортников в пользу повышения тарифа до 25 рублей все те же. Растет стоимость топлива, запасных частей. Зарплату кондукторам и водителям хотелось бы повысить, соглашусь, дело необходимое. Но это одна сторона медали. А как известно, есть и вторая. Это мнение горожан. И здесь как раз не все так гладко. Нарекания множества от хамства кондукторов и громкого общения водителя со своими коллегами по рации, зачастую с употреблением ненормативной лексики, до аварии, в кое попадают наши пазики. А если ты, не дай бог, расплатишься за билет совсем мелкими монетами, ну, например, бывает же такое, что есть 5 рублей, 10 рублей, да, а есть 50 и 10 копеек, вот тогда ты точно о себе узнаешь много нового. Стоит заметить, что в последний раз цена на проезд повышалась 17 февраля 2015 года. Тогда свои требования перевозчики объясняли так, я позволю себе даже процитировать. Это нужно для более качественного транспортного обслуживания пассажиров, в том числе в вечернее время, уменьшения социальной напряженности в трудовых коллективах работников транспортной сферы, сохранения профессиональных кадров на рабочих местах, увеличения надежности работы автотранспорта. Конец цитаты. Повышение состоялось. При этом было заключено трехстороннее соглашение между правительством, администрацией Архангельской и, собственно, самими перевозчиками. Так вот, согласно этому документу, перевозчики брали на себя обязательства, направленные на повышение качества обслуживания и безопасного обслуживания населения. Исполняются ли эти обязательства, мы узнаем у нашего гостя. Мы ожидаем в прямом эфире увидеть заместителя министра транспорта области Олега Мишукова, а пока моя коллега Анна Попова в своем материале даст нам пищу для размышлений. Насколько качественно организованы пассажирские перевозки в Архангельске? Этот вопрос уже не одно десятилетие остается риторическим. И автобусов на дорогах много, разнообразные маршруты. Доехать можно в любой, даже отдаленный уголок областной столицы. Но есть ли толк от этого? Вроде изменения происходят. На смену отвозившим свое появились новые белые автобусы. Но почему-то в народе их уже прозвали мышеловками. А все потому, что там попросту не развернуться, не говоря уже, если зайти с большой сумкой или коляской. Автотранспортники и называют все это улучшениями. И все чаще заикаются о повышении тарифа. Существующий сейчас тариф, он уже несколько устарел, причем даже на момент его принятия. То есть последние вот эти полтора года, хоть мы ездим по тарифу, который считается высокий, 21 рубль, но экономическую составляющую он уже не поддерживает. Необходимость повышения цены на проезд владельца автобусов объясняют серьезными финансовыми издержками. Ростом цен на топливо, коммунальные услуги, запчасти, обновление автопарка и, конечно, повышением зарплаты водителей и кондукторов. У нас с лета переводчики решили, что тарифов 21 рубль это слишком мало, что говорят, что не окупается. И сейчас они начали активно выступать среди общественности везде, что надо повышать тарифы до 25 рублей. Обоснованно тем, что в других регионах и городах уже повысили этот тариф. Мы смотрели практику по другим регионам, и там качество услуг, которые оказываются на более высоком уровне. К примеру, во Владимире проезд в автобусе стоит 18 рублей, в Нижнем Новгороде 20, правда в Омске и соседней Вологде уже 25. Но, во-первых, там курсируют автобусы большой вместимости, где не тесно, и, во-вторых, множество скидок. К примеру, для жителя Вологды, кто дважды проехал на одном и том же маршруте, скидка 5 рублей. У нас до этого пока не додумались, а только продолжают перекладывать ответственность друг на друга. Мы ведь не предлагаем повысить стоимость проезда для пассажира. У нас все маршруты сейчас с регулируемым тарифом. Согласно 220 федерального закона, если на маршруте установлен регулируемый тариф, то власть должна оплачивать, компенсировать разницу между стоимостью проезда и экономически обоснованным тарифом. Соответственно, в руках власти оставить стоимость проезда для пассажиров на том же уровне, что есть, и помочь перевозчикам обновить парк. По словам автотранспортников, чтобы автобусы были рентабельны, проезд должен быть как минимум 40 рублей за поездку. Для них это в идеале. Идеал же для пассажира совсем другое. Поэтому жители города пока не видят необходимости в повышении цены. Это плохо. Почему? Ну, повышение – это плохо всегда для потребителей. Отрицательно, конечно. Почему? Ну, удержание билет проезда в целом. Как бы если ездишь ежедневно, еще не на одном маршруте, в несколько мест, то понятно, что это будет отражаться, скажем так, на бюджете. Вторая, пока до сих пор нерешенная для города и области проблема – нелегальные перевозчики. Их закрывают, штрафуют, автобус эвакуируют прямо с маршрутов. А им хоть бы что. Сменил он шлак на лобовом стекле и поехал дальше. Пассажир все равно сядет в автобус, который раньше придет. И каждый раз находится какая-нибудь лазейка в законе, которой и можно воспользоваться. На улицах города продолжают действовать так называемые нелегальные перевозчики. На 55 маршруте, на 8 маршруте, 1У возобновил свою деятельность после длительного перерыва. И по ним отрабатываем отдельно. Проверяются данные перевозчики и принимаются решения о возбуждении административных производств. Штрафы значительные по этим делам. На сегодняшний день уже есть решения судов, которые признают эту деятельность незаконной. Рассмотрено 5 исковых заявлений прокурора города по обязанию прекратить незаконные перевозки граждан по несанкционированным маршрутам. Стоит отметить, что данные иски, предъявляясь к разным индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, они свою незаконную деятельность прекратили. Нелегалы продолжают колесить по дорогам города. Власть просто расписывается своим бессилием против тех, кто не хочет жить по закону. В администрации Архангельска всех нелегалов тоже знают в лицо, но призвать к ответственности не могут. Есть перевозчики, которые заключили договор с администрацией города и действуют в рамках договора. Есть перевозчики, о которых вы, наверное, говорите, которые осуществляют перевозки без такого договора. Компетенция администрации заключается в том, чтобы контролировать исполнение тех договоров, которые заключены. Те, кто ездит и нарушает федеральное законодательство в части перевозок, соответственно, подпадают в поле зрения других контролирующих органов. Получается, что нелегалы не подконтрольны никому, кроме самих себя? И самое печальное, что в случае аварии рассчитывать на компенсацию пассажирам таких автобусов не приходится. Но стоять и в зной, и в стужу на остановке, и ждать заветного легального, пусть даже душного и грязного пазика, вряд ли кому-то хочется. Я не интересуюсь, нелегально, это даже власть контролирует, а мне все равно едет в мою сторону. Я еду. Потому что легальные у нас ходят гораздо реже, если ждать времени, не хватит. У нас и легальные не всегда несут ответственность за то, что происходит на дороге. Может быть, мэрия у нас стала на сторону коммерсантов, и сегодня вся деятельность, она коммерческая. И мы почему-то вот со стороны перевозчиков, значит, идет вот такая мысль, что вот мы должны работать, и обязательно у нас все условия должны так быть построены, чтобы мы имели коммерческую выгоду. Первое у них условие, да? На самом деле это не тот бизнес, который во главе, значит, можно поставить, и вот именно коммерческие условия. Если сегодня у нас такая жестокая конкурентная борьба ведется в городе, что мы кричим, что кого-то надо убрать, что они наши деньги возят, да, то, наверное, этот бизнес достаточно рентабельный. Зарплату все хотят получать, вы сами знаете, все выживают. Никто не хочет терять людей, правда, согласитесь? Все необходимые документы автотранспортники уже направили в региональное агентство по тарифам и ценам. Именно там будут решать, поднимать цену на проезд или нет. Сейчас в Архангельске работает очередная санкт-петербургская фирма, которая должна оценить все составляющие транспортного вопроса в областном центре. По словам чиновников, результат должен быть через три года, прям как в той пословице – обещанного три года ждут. Правда, для жителя столицы Поморья она уже как о скобенности. К самых времен, когда с городских дорог в парк ушли последние трамваи. Устали просто. Анна Попова, 7 дней в регионе. Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 639717. Звоните и высказывайте свое мнение по поводу работы транспорта пассажирского в нашем городе. Но, как мы и обещали, заместитель министра транспорта Олег Мишуков сегодня у нас в студии. Олег Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Олег Владимирович, скажите, пожалуйста, вы сами пользуетесь общественным транспортом? Я пользуюсь общественным транспортом, но, к сожалению, в городе Архангельске я предпочитаю ходить пешком, либо ездить на автомобиле, поскольку вы видите, какая непростая ситуация и по предоставлению услуг, по качеству предоставления услуг и по безопасности дорожного движения. Ну, как бы вы в целом охарактеризовали сегодня то, что происходит на дорогах в плане пассажирского транспорта? Я хочу сказать, что если в целом взять эту ситуацию, конечно, ситуация с каждым годом, она все лучше и лучше. 12 декабря 2014 года мы под председательством губернатора организовали встречу Ассоциации автотранспортников, перевозчиков основных города Архангельска на совещании, где на этом совещании они нам прямо пообещали, что будут меняться в лучшую сторону качество пассажирских перевозок. Они будут приобретать низкопольные автобусы, они разработают стандарт услуг для предоставления качественной услуги. Также они обещали рассмотреть вопрос о применении электронной оплаты проезда. Олег Владимирович, мы продолжим, да, и по этому поводу тоже у нас есть телефонный звонок. Давайте дадим слово нашему телезрителю. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Я с Новодвинска звоню. Вот смотрите, в Архангельске, в Москве все ездят пожилые люди бесплатно. То есть, а у нас почему-то Новодвинск он не считается. Ведь мы тоже такие же люди, как и все. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, кто будет звонить в прямой эфир, пожалуйста, представляйте, чтобы мы смогли с вами общаться по имени, по имени, отчеству. 63 97 17, телефон на ваших экранах, звоните. Олег Владимирович, я думаю, это больше перегатива, наверное, местной власти, да, Новодвинска? Я думаю, что местная власть также рассматривает такие вопросы. Вы обратитесь, пожалуйста, к главе города, к Андрееву, и пусть он вам ответит на этот вопрос. Олег Владимирович, так, как вы сказали, в декабре 2014 года, возвращаемся, да, к нашей беседе, было большое совещание с автотранспортниками, которые пообещали первое, второе, третье, четвертое, как вы перечислили. Да, совершенно верно. Прошло практически два года. Что изменилось? Что реально воплощено в жизнь? Данные требования и обязательства мы закрепили в феврале 2015 года в соглашении, в трехстороннем соглашении, про который вы уже говорили, упоминали. Значит, в трехстороннем соглашении были подписаны стороны от правительства Архангельской области, Ассоциация автотранспортников и мэрии города Архангельска. Но в настоящее время со стороны автотранспортников, к сожалению, эти условия до настоящего времени не выполнены. Безусловно, они говорят, что приобретено 40 новых автобусов. Но я хочу отметить, что речь шла не просто о новых автобусах, а речь шла, где было ключевое слово низкопольных автобусов. И вот я бы хотел также процитировать то, что мало того, что Ассоциация автотранспортников пообещали губернатору, пообещали населению города Архангельска приобретать низкопольные автобусы. Вот в заметке «Правда Севера». Значит, цитирую. Перевозчики едины во мнении, что на дорогах Архангельска должны работать автобусы не обязательно большого класса, но соответствующие времени и адаптированные для маломобильных групп населения. И также председатель Ассоциации автотранспортников сказал, что до конца года 2016-го будет замена порядка 40 единиц устаревших автобусов марки «ПАЗ» на новые современные низкопольные автобусы. — Наверное, имеют в виду вот те автобусы белого цвета, «ПАЗики», которых не зайти ни с колясками, ни с какими-то большими сумками, и в народе их прозвали уже вообще мышеловками. — Совершенно верно. Вот я и хочу отметить... — Так, Владимир Владимирович, почему не исполняется это? Вот они требуют опять повысить оплату за проезд до 25 рублей. Кстати, цифра фигурирует с 2012 года вообще, с 2012 года. — Да. — Почему не исполняется? У нас нет рычагов давления на них? — Ну, я хочу отметить, что этот рынок формировался на протяжении 15 лет. Естественно, в течение короткого периода времени этого не сделать, но, тем не менее, мы уже с вами неоднократно общались на эту тему. Я хочу сказать, что все равно идет в ногу со временем, и мы добьемся того, что на территории города Архангельска будут ходить низкопольные автобусы. В настоящее время в мэрии города Архангельска совместно с научно-исследовательским институтом ведется работа по оптимизации маршрутной сети. — Да, это Санкт-Петербургский институт. — Да, да. То есть, как будет проведена работа, будут, соответственно, сформированы лоты, будет разыгран конкурс на маршруты. — Ну, чиновник из мэрии нам пообещал, что это будет лучше на дорогах станет через три года. Давайте послушаем нашего телезрителя, который дозвонился в нашу студию. Здравствуйте. Говорите, вы в прямом эфире. — Алло. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — А я Кузнецова Татьяна Михайловна. — Очень привет. — Скажите, пожалуйста, а когда вот кондуктора молчат, а пассажиры грубят, обзываются, это вообще ужас какой-то. Предусмотрят ли какое-нибудь доказание для этих пассажиров? — Ну, я думаю, что вы можете, если вас оскорбляют, я позволю себе ответить, да, если вас оскорбляют, то можно обратиться в полицию, я думаю. — Да, совершенно верно. — Точно так же, как и пассажиров, когда оскорбляют кондукторы, это тоже зачастую бывает. — Олег Владимирович, итак, в мэрии говорят о трех годах, когда все изменится, все поменяется и будет просто рай на наших дорогах. Вы верите в это время? — Я верю в то, что это будет не через три года, это будет значительно раньше. Я просто говорю, что и знаю, какими темпами мы движемся. Естественно, когда мы в декабре обсуждали проблемы перевозчиков 2014 года, тогда было ими также заявлено и то, что неурегулированы вопросы на федеральном уровне организации транспортного обслуживания населения. Но, тем не менее, мы совместно с соседними, с другими субъектами Российской Федерации добились того, что на сегодняшний день данные правоотношения и организация транспортного обслуживания населения регулируются федеральным законом, который был принят в июле 2015 года. В декабре 2015 года мы внесли изменения в наше областное законодательство и в настоящее время мы ведем такую активную работу именно по организации, по улучшению качества и по улучшению безопасности на дорогах. — Вы же понимаете, что итог этой работы будет виден только тогда, когда пассажир это увидит. Пока этого на наших дорогах, к сожалению, не видно. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. — Алло, здравствуйте. Людмила Павловна, скажите, пожалуйста, вот Игорь Орлов говорил, что будут больше упор делать на автобусы более, значит, ну, с людьми, чтобы большие. Но вот сейчас, конечно, прекрасно, что автобусы идут новые. Но вы знаете, они настолько неудобные, вместимости у них меньше, чем в старых пазиках. А что будет зимой, когда люди будут в одежде? Вы знаете, даже сейчас между кондуктором в проходе человеку второму уже не пройти. — Да, Людмила Павловна, вы абсолютно правы, как мы уже и говорили с Олегом Владимировичем, что эти автобусы в народе уже называют мышеловками. Вот мнение человека, мнение пассажира, что на дорогах у нас не все так гладко. Олег Владимирович, вот информационное агентство, да и на информ провело среди населения опрос. Им предложили ответить, обосновано ли повышение цены на проезд до 25 рублей. — Большинство, 67% считают, что тариф завышен, и его надо снижать. 20% проголосовали за варианты «нет, проезд должен быть 21 рубль, и не больше». Только 8% посчитали, что тариф в 25 рублей обоснован. Еще 5% ответили «мне все равно, я езжу на автомобиле, а не на автобусах». Вы в какую из четырех групп входите? — Я вхожу в первую группу. Я считаю, что действительно на сегодняшний день преждевременно говорить о повышении тарифа. Вот про те 8%, которые вы сказали, я подозреваю, что это, наверное, сами же перевозчики проголосовали, что необходимо повышать. Я хочу для примера, и правильно телезритель отметила, что на самом деле автобусы, они очень неудобные. Я хочу отметить, и чтобы нам не говорили перевозчики города Архангельска, город Северодвинск. Возьмем для примера. Они в текущем году закупили более 50 автобусов, низкопольных автобусов. И на сегодняшний день с благодарностями жители города Северодвинска высказываются и в наш адрес, и в адрес руководства мэрии города Северодвинска. Ну, мы когда общались с ассоциацией автотранспортников на эту тему, мы также отметили, что автобусы не низкопольные ими приобретены. Пусть они купили бы меньше этих автобусов, но тем не менее люди бы уже видели, вот как вы говорите, как раз по предоставлению качества. Пусть было бы этих автобусов 30, 20, но тем не менее людям уже предоставлялась бы более качественная и комфортабельная техника. Ну, сегодня какая-то странная ситуация возникает. Автотранспортники кивают в адрес правительства, правительство в адрес автотранспортников, мэрия и на правительство, и на автотранспортников, да? Но заложниками, к сожалению, пока остаются пассажиры. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Здравствуйте, меня зовут Ирина Петровна. Я вот так случилось, что часто езжу на автобусах. Знаете, очень неприятно слышать, когда водители разговаривают по рации, звучит музыка на весь автобус, и нужно ехать и вот все вот это выслушивать. И плюс еще очень неприятно, когда маршруты ходят, идет по маршруту автобус, а кондуктор выходящий есть, и если нет, значит, он проехал. Вот был такой случай, женщина не услышала, он не остановился на своей остановке и поехал дальше. Я считаю, что если он идет по маршруту, он должен следовать всем остановкам. Да, Ирина Петровна, вы абсолютно правы, еще был такой случай, я сам ехал, когда молодой человек был в наушниках и тоже не услышал кондуктора, и потом подошел к выходу, и он о себе очень много нового узнал от кондуктора. Спасибо вам большое, что смотрите и нас, что звоните нам, что мы общаемся и так далее. А где, Олег Владимирович, наверное, завершающий такой вопрос, вот вы сказали, что не три года, а намного раньше. Когда? Ну, мы будем надеяться, что до конца 2017 года мы все-таки совместно с сотрудниками мэрии города Архангельска сделаем все, чтобы на маршруты города Архангельска вышли комфортабельные автобусы. Будут проведены соответствующие конкурсы, и кто выиграет, кто предложит более лучшие автобусы, комфортабельные, ну, с теми и будут заключаться договорные отношения. И нелегалов не будет? Что касается нелегалов, да, совершенно верно, на сегодняшний день ведется нами совместно с контрольно-надзорными органами всех уровней власти работа по выявлению и пресечению нелегальной перевозки пассажиров. Я хочу отметить, что в настоящее время оформлены уже все материалы с признаками состава уголовного деяния и направлены в Следственный комитет Архангельской области. Признаки состава – это предоставление услуг населению несоответствующим требованиям безопасности, и, соответственно, в настоящее время уже принимаются такие решения. Ну, у нас нелегалы те, кто не заключил договор с мэрией, да, все остальные считаются легальными, и, мне кажется, даже среди легальных не все соответствуют требованиям предоставления услуг безопасности. Совершенно верно. Мы поступательными движениями и ведем такие же проверки и в отношении тех перевозчиков, которые заключили договорные отношения с мэрией. У нас есть пожелания от нашего телезрителя, насколько я знаю. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Меня зовут Надежда Семеновна. Я хотела бы пожелать нашим кондукторам всего транспорта нашего очень неприятно слушать, когда наши кондуктора по сотовым телефонам обсуждают на весь автобус свои проблемы и семейные, и всякие. Очень неприятно слушать. Спасибо. Спасибо вам. Да, мы обязательно, я думаю, что кондукторы нас сейчас тоже смотрят и сделают для себя, я надеюсь, очень сделают для себя какие-то выводы. Хорошо, вы сказали, Олег Владимирович, что до конца 2017 года, что произойдут на дорогах области, на дорогах города хотя бы, да, Архангельска, какие-то улучшения. Главное, чтобы этот вопрос опять не затянулся, ведь он тянется еще со времени, когда убрали трамваи с наших дорог. Да, совершенно верно. Спасибо вам большое. Олег Мишуков, заместитель министра, регионального министра транспорта, был сегодня у нас в гостях. Стоит заметить, что за прошедшие 4 года без какого-либо улучшения качества услуг автобусники просто выпрашивали у властей повышение стоимости проезда 4 раза. И сумма в 25 рублей, как мы уже говорили, звучала еще в 2012 году. А по поводу нелегалов хочется заметить, сколько бы ни говорили пассажиру, не ездите на таких автобусах, мы все равно поедем, потому что стоять на остановке в 30-ти градусный мороз или проливной дождь, согласитесь, никто не будет. Да и условий для ожидания на наших остановках тоже нет. А те маленькие железные коробки, продуваемые и проливаемые со всех сторон, что ставят сейчас, да еще и преподносят это как благо, мало кого радует. Но это уже другая тема, мы обязательно ее поднимем. Так вот, нам пассажирам все равно, на каком автобусе по большому счету ехать, да и кто его разберет, кто из них нелегал, а кто нет. Суть от этого не меняется, транспортный вопрос в Архангельске не решается уже десятилетиями, как мы говорили, как с городских улиц убрали трамвай. Вот его архангелогородцы любили. Дорогие друзья, это, кстати, так уж сложилось, что именно сегодня отмечается День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Он с 2012 года всегда отмечается в последнее воскресенье октября. Так что с праздником вас, уважаемые и дорогие наши перевозчики. Ну а теперь коротко давайте посмотрим о том, какие знаковые события прошли еще на этой неделе у нас в регионе. Сотрудники ГИБДД готовятся к школьным каникулам. В Архангельской области проводится операция «Детям безопасные каникулы». Главная цель – профилактика травматизма среди маленьких северян. Именно в этот период дети чаще всего становятся участниками аварии. Причем в 80% случаев ДТП виноваты взрослые. Опаздывают на месяц. В Северодвинске подрядчики срывают сроки капитального ремонта. Причина массовых незавершенных в том, что после конкурса подрядчик просто сбегает, бросив объект. Благо, за несделанную работу денег он не получает, комиссия принимает дом только после устранения всех жалоб жильцов. Кроме того, за срыв срока ремонта строительные организации платят штраф. Областная прокуратура возобновила уголовное дело в отношении директора Красноборского детдома Елены Артемьевой. Летом этого года воспитанники отправились в лес заготавливать веники. Потом пошли купаться, но двое мальчиков утонули. По версии следствия, собраны достаточные доказательства для обвинения в преступной халатности директора Красноборского детдома. В поселок Уимский Приморского района пришел газ. На этой неделе там зажгли символический факел. Преимущество природного газа очевидно. Это стоимость всего 6,5 рублей за кубометр и экологичность. За 10 лет голубое топливо пришло в сотни муниципальных и частных домов Ленского, Котловского, Плесецкого и Приморского районов. В ближайшей перспективе стопроцентная газификация Яринска, поселка Шипицыно в Котловском районе, продолжение подключения с севера Двинска. Евгений Тютюков стал главой поселка Соловецкий. Большинством голосов на этой неделе его утвердили местные депутаты. До своего избрания Тютюков был исполняющим обязанности руководителя агентства по развитию Соловецкого архипелага. В Кинозерском национальном парке завершили съемки фильма «Сказки о маме». Авторы картины решили показать ускользающую красоту старины и духовного мира человека. Главный герой фильма – коренной житель севера, рыбак и по совместительству философ. На большой экран фильм выйдет примерно через год. Авторы обещают, северяне станут первыми зрителями. Председатель наблюдательного совета Госкорпорации фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин на этой неделе проверил, как реализуется программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Три многоэтажки будут сданы до конца года на Ленинградском проспекте. Еще 216 квартир обретут хозяев на проспекте Московский. Сергей Степашин объявил, область получит около полутора миллиардов рублей на реализацию программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, в продолжении которой заинтересованы и город, и область. Ну что ж, мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 639717. Я напоминаю, это программа «7 дней в регионе». Звоните нам, давайте будем общаться. Еще одним знаковым событием этой недели можно назвать сессию депутатов Архангельской городской думы. Спектр вопросов самый разный, от установки памятной стелы до корректировки, естественно, бюджета этого года. Народные избранники думали, как минимизировать расходы. Это сделать позволит создание центра бухгалтерского и экономического обслуживания. Это будет своего рода централизованная бухгалтерия. Задача структуры – саккумулировать в одном месте все средства муниципальных учреждений и следить, естественно, за их расходованием. Рассмотрели депутаты изменения в системе налогообложения. Так, со следующего года ставка на недвижимость, стоимость которой больше 10 миллионов, будет повышаться. Постепенно вырастет и ставка на землю, на которой установлены гаражи. Это принесет дополнительные 2 миллиона в городскую казну. Налоговую нагрузку увеличат предпринимателям, кто занят в сфере розничной торговли, общепита, бытовых услуг, предложения администрации были депутатами одобрены. Председатель Архангельско-городской думы Валентина Сырова у нас в прямом эфире. Валентина Васильевна, доброе утро. Я все итоги сессии озвучил или что-то еще есть? Вы все рассказали, мне можно уже ничего не говорить. Нет. Или какие-то еще можно остановиться? Конечно, было одно из важных – это изменение в бюджет. Бюджет практически, с учетом того, что вообще бюджет сложный и в этом году, и в следующем году планируется, он будет сложным. Мы ежемесячно практически возвращаемся к этому бюджету. Мы делаем передвижения, перестановки. В основном это связано с экономией при торгах. И есть экономия, мы их распределяем на более важные вещи, на то, на что у нас изначально не хватило заложить. То, что касается централизованной бухгалтерии, это же не ново уже. Мы всегда возвращаемся к хорошо забытому старому. Это уже было. Это было до 1992 года, это происходило. Потом по решению федерации ввели, все стали юридическими лициями и решили это убрать. Но не все города на это перешли, но Архангельск, мы всегда передовые, скажем так, Архангельск на это перешел. Теперь мы попытаемся к этому вернуться. Мы думаем, что мы и администрация города нас убеждают, что мы будем большую экономию иметь. Что касается этого года, конечно, пока мы еще только перекинули порядка 4 миллионов рублей на создание этого центра. Это оборудование, это помещение, это какая-то начальная работа. Следующий год у нас идет минимальная, небольшая прибыль. А в последующие годы у нас там практически больше 100 миллионов обещается быть экономия. С учетом того, что если мы берем бюджетные учреждения, это детские сады, школы, это физкультурные центры, это культурные центры. В каждом варьируется где два, где три бухгалтера, объем работы у них достаточно большой. Сейчас это будет единая организация, единая бухгалтерия, откуда будут проходить все платежки, куда будут сходиться все заявления на отпуска, на больничные листы. В общем, все, что делалось в каждом отдельном предприятии, муниципальном учреждении, будет делаться в едином окне, скажем так. Ну и довольно-таки прозрачно. Это будет, во-первых, прозрачно, потому что, наверное, это не просто так назрело, да, есть некоторые вопросы, есть непонимание. Занимается и КРУ некоторыми учреждениями, это что касается неправильного начисления зарплат. Наверное, из-за этого вообще весь этот, и идея централизованной бухгалтерии возникла. Пока нам не дали четкого ответа, сколько человек будет сокращено, это, скажем, один из болезненных вопросов. Как это все будет происходить, насколько будет удобно коллективам, потому что, да, наш город большой, протяженный. Вы представляете, с Маймексы приехать в центр для того, чтобы уточнить, что там в квитке непонятно, это, наверное, ну, как минимум неудобно для работающего человека, для преподавателя, для воспитателя. Надеемся на то, что у нас уже достаточно развита и телефонная сеть, и электронные документы, оборот уже на достаточно высоком уровне. Администрация нас уверяет, что таких вопросов не будет. Ну, единственное, что, скорее всего, это будет какой-то период становления. Это будет все поэтапно, начнется все с физкультурных учреждений, потом культура пойдет, и только потом самые болезненные – это школы, это школы учреждения. Образование и здравоохранение. Здравоохранение областное, это не наше. А, образование. 63-97-17, телефон прямого эфира, он на ваших экранах. Валентина Васильевна, один из вопросов о повышении налогов для предпринимателей. Как вы думаете, не взревут предприниматели в очередной раз? Почему назрела такая необходимость? Ну, давайте так, уже много про это говорили. Это не повышение. Да, мы очень долго, в течение 10 лет находились в определенном режиме. Многие это называют льготным режиме, многие называют каникулярным режиме. Но 10 лет мы не повышали коэффициент. Вот он у нас как был, например, на торговлю 0,7. В течение 10 лет мы на этом и сдерживали, и держали. Наверное, надо было сделать это раньше, когда были более такие хорошие времена, более хорошие годы. Но, тем не менее, нам хватало бюджета, нам хватало денег на того, чтобы выплачивать заработную плату тем же бюджетникам. И мы к этому вопросу не возвращались. Когда в этот раз администрация к нам обратилась с тем, чтобы увеличить коэффициент... Ну, я беру сферу торговли в основном. Хорошо, но как пример. Да, как пример. Было 0,7 по центральным округам до единицы. Конечно, депутаты, как люди, которые живут в этом городе, которые общаются с горожанами, категорически не приняли сразу такое повышение. И стали предлагать разные варианты. В том числе были предложения, конечно, оставить все как есть, но не получается. Не получается. Негде у нас взять дополнительных доходов, чтобы исполнять свои социальные обязательства перед нашими жителями. Поэтому стали говорить о том, что давайте немножко в этом году, потом в следующем году вернемся. Итог был такой, что мы предложили мэрии сделать повышение, но пропорционально разбить его на три года. Да, мы дойдем до этой единицы, но это будет поэтапно. 2017, 2018, 2019 год. Валентина Васильевна, вот хочется вернуться еще к теме бюджета. Понятно, что на следующей сессии вы, наверное, в первом чтении будете уже рассматривать городской бюджет. Да, да. Появились цифры, прогнозируем пока цифры. Я предлагаю к ним обратиться. Итак, если говорить о 2017 годе, то доходная часть 7 миллиардов 397 миллионов, а расходная 7 миллиардов 605 миллионов. Вот пока речь идет о таких. И, естественно, бюджет опять планируется дефицитным, да, в 208 миллионов рублей. То есть мы никак не сможем выйти на профицитный бюджет, да. А если мы говорим, и сейчас опять на всех уровнях, на федеральном, на региональном и на городском вышли на планируемый трехгодичный бюджет. И если мы говорим о двух следующих, годах 2018 и 2019 год, то здесь уже у нас планируется, что бюджет будет уже профицитным. Вот можно говорить за счет чего? И вообще можно пока нашему городу употреблять такое значение, как профицитный бюджет? Мне кажется, мечтать мы можем о чем угодно. Мечтать не вредно. Но, конечно, если все говорят о том, что федеральный бюджет, областной бюджет дефицитный, но мы что, город, который отдельно от страны живет? Конечно же нет. Конечно, у нас пришла новая команда администрации, новые экономисты. И они, с учетом того, что вот мы сейчас только пять направлений вынесли на повышение коэффициентов, а у нас их 200 направлений, которые есть на вмененке. Это масса других. Поэтому, скорее всего, они сделали расчеты из того, что вот где-то чуть-чуть мы поднимем, где-то налог, где-то... Мы все время говорили о мэрии раньше, теперь администрации, давайте искать резервы внутри себя. Не для того, чтобы повышать постоянно налоги, а где-то мы недорабатываем, где-то не собираются вовремя деньги. На ту же налог на землю там масса всего. Кто-то подоходный не вовремя платит. Но много направлений, которые есть внутри резерв. Надо только поискать. Да, скорее всего, молодые ребята, энергичные, они тут поискали и подняли все, что у нас есть, и подумали о том, что, наверное, мы можем это сделать. Но это же не говорит о том, что мы можем. Мы не знаем... Вообще, планировать на три года даже хозяйка в доме не может распланировать. Нам на месяц-то сложно распланировать, с учетом того, что происходит. Да, какая инфлякция у нас, как цены поднимаются. А как можно распланировать это дело неблагодарное на три года? Потом еще и обвиняться, потому что вы обещали, да? Да, хотя, наверное, это делать нужно, и мы должны понимать, к чему мы идем, и как мы будем жить дальше, и какая у нас будет зарплата, какие у нас будут пенсии. Все из этого же складывается. Это же все и есть наш бюджет, наполняемость бюджета. Но надо к этому очень аккуратно подходить и говорить о том, что мы вот через год придем с профицитом. Но это очень... Пока будем шепотом. Пока, да, шепотом, и будем исходить из наших реалий, в которых мы живем. Ну и давайте будем надеяться, что это не тот случай, когда надежда умирает последним. Нет, конечно, нет. Я надеюсь, что у нас молодая энергичная команда в администрации, которая... Это же как свежая кровь пришла в город. Абсолютно умные ребята, которые умеют считать, которые поднимают сейчас все статьи. Идет ревизия вообще имущества мэрии. Идет ревизия всего. Всех направлений. Поэтому и с учетом того, что им дано такое задание искать, ребята работают. И я не удивлюсь, если они нам через два года придут и скажут, а вот нашли мы дополнительные резервы. Будем жить по-новому. Здорово. Валентина Васильевна, спасибо. Я благодарю, что, несмотря на ранний час, в воскресенье вы нашли время, пришли к нам в гости. И я хочу сказать еще немного о приятном, что произошло на этой неделе. В среду областные депутаты единогласно приняли решение присвоить звание почетных гражданин Архангельской области Валентину Николаевичу Пролетарскому. Удивительной красоты и доброты человек. Прекрасный журналист. Действительно заслуженный человек. Валентин Николаевич не знает, что мы сейчас ему будем звонить. Давайте попробуем набрать номер его мобильного телефона. И там мои коллеги это сделали. И я думаю, что Валентин Николаевич сейчас в прямом эфире. Валентин Николаевич, если вы нас слышите, доброе утро. Очень плохо слышу. Валентин Николаевич, здравствуйте. Приятно вас очень слышать. Слышу, слышу, но плохо. Это программа «Семь дней в регионе». Мы с Валентиной Васильевной Сыровой сидим в прямом эфире. И хотим вас от всей души поздравить с тем, что депутаты областные на этой неделе приняли, на наш взгляд, грамотное решение. И вы стали почетным гражданином Архангельской области. Мы вас поздравляем. Спасибо, спасибо. Вы самые замечательные, на самом деле, красивой, широкой души человек. Это звание, которое, ну я не знаю, досталось достойному из достойнейших. Валентин Николаевич, спасибо, спасибо. Как вы восприняли то, что у вас теперь есть звание почетный гражданин Архангельской области? Во-первых, это сообщение меня ошеломило. Я еще, как говорится, не оценил, не пришел к какому-то знаменателю в оценке этого. Поэтому я сейчас ошеломленный, так будем говорить. Самое главное, что люди это оценили. Люди оценили значимость вас для нашей области. И это вот самое главное, это здорово. Мы вас поздравляем. Спасибо, спасибо. Валентин Николаевич, примите еще раз от нашей программы поздравления. Спасибо, что вы поучаствовали сегодня, в воскресенье, в нашей программе. К сожалению, плохо слышно, но так, спасибо, спасибо. Спасибо вам, что вы у нас есть. Спасибо огромное. Валентина Васильевна, огромное спасибо вам еще раз, что были у нас в студии. Я напоминаю, это была программа «Семь дней в регионе». Спасибо всем, кто нас смотрит. Спасибо всем, кто нам звонит. Спасибо коллегам, с кем делаем эту программу. Следующая неделя обязательно даст нам пищу для размышлений. Так что до встречи и будьте здоровы.